Всем доброго времени суток! В этом ролике расскажу, нужен или нет новорожденному ребенку массаж и лечебная гимнастика. Да, нет и почему? Ну, безусловно, да. Почему? Ребенок первого года жизни, новорожденный, рождается так, что он практически полностью беспомощен и не имеет никакого волевого контроля своего поведения, чтобы сказать, и он выполнял. Но он рождается с набором безусловных рефлексов. И данные рефлексы, одни, имеют свой период. Допустим, одни появляются в месяц, в три месяца угасают, другие в три появляются, в шесть угасают. Для чего они нужны? Как раз стимулируя данные рефлексы, мы помогаем новорожденному ребенку формироваться, развиваться. Например, у ребенка есть такое рефлекторное разведение пальцев. Как он проявляется? Мы проводим ребеночку от пятнички к пальчикам, и он рефлекторно, пальчики у него раздвигаются. Для чего? Для того, это нужно для того, чтобы мышцы стопы простимулировать, и у ребенка формировался слот стопы, чтобы в дальнейшем не было плоскостопия. Допустим, рефлекс отталкивания. Как он проявляется? Новорожденный ребенок лежит на животе, мы поставляем ему под стопы ручку, какую-то опору, чтобы ножки маленько согнулись, и он рефлекторно отталкивается. Для чего? Опять же, идет нагрузка на четырехглавую мышцу бедра, на мышцы спины, на подвздошную мышцу, на подвздошно-поясничную мышцу. Рефлекс разгибания. Ребенок лежит на боку, от ягодичек до головы мы проводим. Идет разгибание мышц спины, тем самым формируется изгибы позвоночника. В таком возрасте идут намеки на то, чтобы в дальнейшем, и допустим, мы не простимулировали стопу, не сформировали сначала, чтобы свод сформировался, высока вероятность, что в дальнейшем ребенка начнется в плоскостопии. Допустим, следующий рефлекс, хватательный рефлекс. Когда мы вкладываем в ладошку малыша пальчики, он хватается. Для чего я это сделал? Ну, вот хватательный рефлекс. Мы даем пальчики, он держится, мы их приподнимаем. Опять формируется мышечный тонус. И здесь важный момент. Ребенок хватается кулачками, замкнута кинетическая цепь от кулака до кулака, мышцы руки, плечевого пояса, шеи. Соответственно, формируются задатки здорового плечевого пояса, в частности, мышц шеи, грудного отдела. Этот рефлекс потом в дальнейшем угасает, и если этого опять не простимулировать, высокая вероятность, что потом у ребенка в раннем возрасте начнется проблема с нарушением осанки. Появится сутулость, и будет такая вот недоумение у родителей. Вроде как бы все нормально, ничего такого, еще не сидим там много за компьютером, и начинают уже нас сутулиться. Это говорит о том, что не простимулировали вовремя, не сформировался глубокий мышечный тонус, мышечный корсет. И это вроде как бы и не критично. Но просто поймите, что до года делается всего 4 курса массажа с лечебной гимнастикой. Чемный гимнастик, она тоже там пассивно-активная, плюс развитие на координацию, стимулируется нервная система, ускоряется развитие. 4 курса массажа, там максимум 10-14 дней, и мы как бы закладываем фундамент на здоровую осанку, здоровый опорный двигательный аппарат. Если мы его как бы заложили, и упадение дальше будет идти уже с фундаментом. Фундамента не будет, ну вы сами понимаете, без фундамента любое здание будет как минимум неустойчиво. Это, конечно, можно исправить, но исправлять всегда сложнее. Если уже появится нарушение осанки, выпрямить потом ее будет сложно. И это еще закладывается на рефлекторном, таком бессознательном уровне, вот тут кинетическая цепь, да, допустим, закрытая. В частности, когда ребенок будет заниматься на том штурнике, у него рефлекторно будет сокращаться мышечный тонус всего плечевого пояса. А так потом уже будут дополнительные упражнения. Поэтому первый год жизни очень важен, и самое важное в нем не упустить момент. Достаточно большое количество литературы, можно все это почитать, посмотреть. Главное делать вовремя, не откладывать. Ну, либо обратиться к специалисту. Проблем потом, ну, возникнет масса, которые вроде ничего не делали, не делали. И тут раз, одни дети здоровы у других, а тут какие-то начинаются проблемы. И, как правило, родители не связывают данную проблему, допустим, с первым годом жизни, она там может проявиться в 6-7 лет. Потому что далекий промежуток времени прошел, и краска, а вот этот год, ну, буквально вчера он стал там много сидеть, и вот у него наушилась осанка. Или, допустим, скалилот будет формироваться, или не сформируется позвоночный изгиб вперед, там, лордоз или тефоз грудного отдела. Чем это в дальнейшем будет связываться, даже возрастла жизни, ну, как минимум, боли не в спине и так далее. Поэтому уделяйте своим малышам достаточно большое времени, будьте здоровы. Всем спасибо, всем пока.